В эфире программа «То, что доктор прописал». Меня зовут Наталья Башаримова. Здравствуйте. Проблемы со слухом могут возникнуть в любом возрасте, но очень горько, очень обидно, даже не знаю, какое слово правильно подобрать, когда такие проблемы возникают у детишек. Вот сегодня в программе мы и будем говорить, как сохранить слух, хороший слух у детей и вообще, как сохранить хороший слух в шумном городе. Я знакомлю вас с гостем программы Елена Владимировна Вьюхина, заведующая от оренгологического отделения Могилевской областной больницы. Елена Владимировна, очень рада вас приветствовать в программе. Когда, говорю, знакомимся с гостем, это, наверное, для тех, кто, может быть, впервые вообще включил нашу программу, потому что очень многие телезрители знают вас, прислушиваются к вашим рекомендациям, к вашим советам. И вот сегодня мы будем говорить о проблеме слуха. И, наверное, первое, о чем хотелось бы в программе, с чего начать, вы, наверное, как доктор подтвердите мои слова и скажете много интересной информации. Ведь среда вокруг нас стала более агрессивной. То есть раньше, наверное, ну, раньше, там, десятилетия назад, да, люди жили в более такой спокойной, что ли, среде. Машины, звуки всевозможные, наушники у молодежи, телефонные и все прочее. Вот агрессия идет. Да, здравствуйте, Алья, здравствуйте, уважаемые телезрители. Да, мы стали жить в более агрессивной среде. Посмотрите, сколько сейчас машин в нашем городе. Да, да. А заходишь в каждую маршрутку, как-то пользуешься общественным транспортом. Посмотрите, сколько аудиоаппаратуры, сколько колонок, усилителей. И непонятно, какая музыка. Елена Вазюрна, опять немножко отвлечемся, наверное, сегодня в такой свободной беседе поговорим, потому что слух – это очень важно. Но ведь действительно, на сегодняшний день общественный транспорт, вот если брать маршрутное такси, раньше водитель слушал возле себя тихонечко, да, и только передние сидения могли с ним наслаждаться его вкусом музыкальным. То теперь что? Весь салон наслаждается, причем наслаждается так, ну мы не будем уже брать такие социальные проблемы, что и остановки проезжают водители. Но это действительно громко. Если человек едет от конечной до конечной, или там 20 минут, или 30, что происходит? Утомляется слуховой нерв. Утомляется, утомляется. А ведь слуху и уху, да, будем говорить, как любому другому органу, ему нужна тишина. Да, нужен отдых. Ему нужен отдых. Зона комфорта должна быть. Да, да, да. Мало того, что вот сама по себе у нас много шума, у нас много шума. Строящиеся дома, железные дороги, машины, ну вот много-много очень. И еще вот если человек решил отдохнуть, подумать о своем, тут ему нет. Вот на ухо будет действовать такая музыка. Вот эта вот агрессия существует. Существует, да. Совершенно верно. Отдыхать, отдыхать нужно уху. Но есть, и мы будем говорить еще другой фактор, возраст. Вот я в начале программы сказала, что да, возраст, с возрастом возможно, да, потери слуха или, как сказать, уменьшение слуха, да? Ну, как сказать, стареет организм и стареет орган слуха. Да, да, да. Стареет орган слуха. И какой возраст? Какой возраст вы как доктор? Ну, уже после 40 лет начинает снижаться слух. Незаметно, постепенно. Но я хочу сказать, что есть люди и 80 лет, которые прекрасно слышат. Хорошо, прекрасно слышат. Ну, это зависит, конечно, от наследственности и от здорового образа жизни. Но вот как вы как доктор определяете, когда пора идти к доктору-сурдологу? И как человек может понять, что у него начинаются проблемы со слухом? Ну, когда уже человек сам видит, что он не все слышит, когда он находится в аудитории, когда постоянно увеличивает громкость при просмотре телевизора. Но я хочу сказать, что есть категория людей, у которых, как говорят, телевизор на всю катушку. Можно даже понять, какую программу смотрят, да? Да, громкость. Так вот здесь он вредит и собственному слуху, или... И собственному слуху вредит. Почему делает человек громче? Здесь делает громче, когда он плохо слышит. Особенно с возрастом уже страдает разборчивость речи. И вот человек замечает, когда собеседник с ним быстро разговаривает, вот так пациенты говорят, я не все улавливаю, они говорят, что... Вот не все слова разбираю. То есть, когда тебя человек просит разговаривать практически по слогам, вот каждое слово будет внятно, значит, у него начинаются проблемы. Что делаем? Надо обратиться, в первую очередь, к врачу от оренолеринголога. Может быть, у человека серные пробки, потому что серная пробка, она также закрывает наружный слуховой проход, и страдает, конечно, слух снижается здесь. Когда убирается серная пробка, слух восстанавливается. Елена Владимировна, ну вот раз стали говорить уже тоже такая проблема, серная пробка, которая мешает хорошо слышать. Первый вопрос, почему она образовывается? Как не допустить, чтобы она образовывалась? Можно ли самому от нее избавиться? Потому что, да, и предупреждаю тоже наших телезрителей, чтобы сейчас ни в коем случае, да, там не пользовались... Не пользовались медиками, спичками, карандашами. Насколько это норма? Насколько это норма? Я хочу сказать, что в норме кожа наружного слухового прохода, железы есть такие, которые продуцируют серу. Сера защищает ухо, наш наружный слуховой проход, от болезнетворных микробов, от попадания пыли, механических частиц. Это, можно сказать, своеобразная защитная среда сера. То есть, в принципе, это нормально? Да, и вот приживании, разговоре, мышцами слухового прохода сера выталкивается наружу. И поэтому я уже сразу скажу, что уши нужно мыть каждый день. Но не как-то кожа на ушной раковине, заушная область, но слуховой проход, лазить палочками косметическими, не рекомендуется. А уже тщательно вымывать ухо надо раз в неделю. Это делать марлевые или ватные фитильки, смачивать их вазелиновым маслом и аккуратненько протирать, чтобы не скапливалась там сера. А косметическими палочками мы проталкиваем серу вглубь наружного слухового прохода. А строение наружного слухового прохода, его как две вороночки. Есть такой перешеек, истмос называется, на границе костной и хрящевой части наружного слухового прохода. И когда мы протолкнем за этот перешеек серу, оттуда мы уже сами не достанем. Человек плохо слышит. Он старается ковыряться этой косметической палочкой. А может даже, понимаете, повредить барабанную перепонку. Есть случаи, что даже перфорируют барабанную перепонку. Здесь только операция. Нет, не операция. Здесь не во всех случаях операция. Поэтому ни в коем случае нельзя чистить уши косметическими палочками. Есть специальные палочки с ограничителем для чистки наружных слуховых проходов. Они продаются в аптеке. Есть только такие. Елена Владимировна, какая бы у нас с вами ни была тема программы, АТИД, о котором мы еще будем говорить зимой, например. Всегда есть у вас такое очень яркое предупреждение насчет палочек. Косметических. Но тем не менее, все всегда ко мне обращаются мои коллеги и говорят, Наташенька, пусть скажут Елена Владимировна прямо с большого экрана, что нельзя. Нельзя. Я постоянно говорю о всех программах. Я смотрю в интернете, сейчас очень много дискуссий идет насчет этих косметических палочек. Понимаете, я начинала работать, когда не было косметических палочек. И не было столько наружных АТИДов. Не было столько грибковых АТИДов. Потому что эти палочки, во-первых, они нестерильные. Они вызывают микротравму кожи наружных слуховых проходов. Кожа инфицируется, отсюда развиваются и грибковые, и бактериальные АТИДы, от которых очень трудно порой избавиться. Вот очень яркая связь получается, да, начало вашей практики врачебной, когда их не было, да, мы сталкивались с другими проблемами. И сегодня, когда, казалось бы, вот цивилизация, и все бросились. Да, цивилизация. Они совершенно для других вещей предназначены. Увеличило количество наружных АТИДов. Да. Елена Владимировна, если говорить слуху взрослого, мы разобрались, то есть это организм взрослеет, стареет, там и сосуды, и суставы, и остеохондрозы появляются, и все прочее. Поэтому может слух снижаться. А вот что маленькие, как маленькие? Как у маленького определить, что у него проблема со слухом? Вот грудничок, вот три годика ребеночек. Ну, я хочу сказать, что уже слышать, плод начинает в утробе матери примерно с 16-17 недель внутриутробного развития. И когда кроха появляется на свет, он уже слышит громкие звуки. Удары, стуки, да, что-то такое? Да, стуки, вот. Он реагирует на это раскрытием глаз, подергиванием ручек, ножек, мимическими какими-то изменениями. Поэтому ребенок не должен находиться в шуме. И особенно телевизор тоже не надо на полную громкость включать. У нас сейчас, я хочу сказать, в республике разработана государственная программа аудиологического скрининга новорожденных. То есть каждый ребенок в роддоме при рождении у каждого ребенка проверяется слух аппаратным методом. Он уже выписывается домой с проверенным слухом. Если есть какие-то проблемы, то выставляется фактор риска плюс по слуху. И ребенок до трех месяцев в обязательном порядке тогда обследуется в Могилевской областной больнице уже на более сложном оборудовании. И если там выявляется какая-то патология, тогда направляется в Республиканский научно-практический центр от иринолиронгологии. Там есть специальная комиссия. Если это врожденная глухота, и тогда уже решается вопрос о кахлеарной имплантации. Если ребеночку нельзя помочь другими методами, тогда решается вопрос о кахлеарной имплантации. Это, конечно, желательно сделать в долингвальном периоде, то есть когда у ребенка еще не развита речь. Тогда легче проводить все эти реабилитационные мероприятия. У нас в области уже таких деток больше семидесяти. Они прекрасно под контролем, да. Они прекрасно разговаривают. Уже некоторые пошли в школу, понимаете. Это большой прогресс. Это большой прогресс. Да, да, да. Вот с детства, видите, при рождении, да, значит. Вот какой миф, Елена Владимировна, что ребенок при рождении не видит, не слышит? Ну, уже от этого мифа она, надо сказать, не видит, не слышит. И проверяется. Извините, к трем месяцам, вот когда о жизни, ребенок, он уже начинает даже локализовать, где находится источник звука. А к пяти-шести месяцам жизни ребеночек уже различает голоса, вот, интонацию. Да, да, да. Маму хорошо узнает уже по голосу. Конечно, он уже всех... Ну, опять же, тут вот, может быть, вы немножечко расскажете эту историю, что мамы иногда проверяют сами своих детишек, да? Вот ребеночек занимается чем-то. Да, погремушечкой. И они погремушечкой, да. Но иногда наши детки увлечены играми. Мама несколько раз обращается, ребенок и не реагирует. Это вариант нормы. Да, да. Это вариант нормы. Он просто занят другими делами. Занят своими делами. Спасибо огромное, Елена Владимировна. Мы обязательно продолжим беседу. А сейчас смотрим сюжет, снятый по нашей сегодняшней теме. Смотрим. Доктор пишет в направлении к нам подозрение на эксудативный отит. Но после проведения этого обследования мы четко видим, что нет эксудативной жидкости в барабанной перепонке, а есть просто блоки и встахивая трубы. Значит, в данном случае, если эксудативный отит, то доктор ориентируется на проведение парацинтеза ухи, прокалывание уха. А в данном случае доктор должен консервативно работать с насоглоткой и с встахивой трубой. Правильно поставить диагноз, чтобы правильно лечить. Главная цель областного центра патологии слуха и речи. В центральную поликлинику Могилева на обследование пациентов со всей области направляют от ареноларингологи, неврологи, логопеды. При посещении больной осматривается мной полностью, проводится коммертональное исследование, лоросмотр, коммертональное исследование и дальше проводится инструментальное аппаратное обследование. У нас имеется аутоскоп, который как микроскоп позволяет нам осмотреть детально барабанную перепонку. Это миниатюрный маленький микроскоп. Далее проводится аудиометрическое обследование. Специалист обследует воздушную и костную проводимость уха. Когда поступают сигналы, пациент должен нажимать на кнопку. Тем самым определяется, насколько хорошо звук слышим. А для дальнейшей диагностики среднего уха и уровня поражения слухового нерва используют этот аппарат. И на нем в объективном режиме записывается вся патология, которая имеется в ухе. Больные тоже приходят на консультацию просто с диагнозом шум в голове. И мы начинаем искать, связан ли это шум с ушами или это совершенно не лор-патология. Для этого помогает нам импеданс. Мы здесь посмотрели. У нее норме. И выходит заключение. И мы можем 100% гарантировать, что у данного пациента со слухом, с ушами все в порядке. Здесь же помогут подобрать и отрегулировать слуховой аппарат. В Центральной поликлинике каждый месяц обследование проходит около 800 человек. Среди них и люди до призывного и призывного возраста, те, кто проходит медкомиссию. Записаться можно в регистратуре Центра патологии слуха и речи. Направление обязательно. Елена Владимировна, вот мы вместе посмотрели с нашими телезрителями сюжет диагностика, как обследуется. И немножко была такая фраза «шум в ушах». Ведь очень многие обращаются к вам. Да, очень много людей обращается, особенно уже в пожилом возрасте. Но я хочу сказать, что ушной шум не всегда связан с ушной патологией. Здесь и проблемы атеросклероза, и остеохондроза шейного отдела позвоночника. Защемление даже что-то. Здесь, в общем, нарушается, можно сказать, не только кровоснабжение ушного лабиринта, но и головного мозга. Поэтому здесь надо обследовать сосуды. Это надо сделать УЗИ сосудов шеи и головы. Порой обратиться к неврологу, обследовать шейный отдел позвоночника, если мы не находим ушной патологии, если всё нормально с ушами. Елена Владимировна, о симптомах мы поговорили в первой части нашей программы. Но я бы ещё немножечко хотела поговорить о наследственности, влияет ли этот фактор, вот есть ли здесь вот этот фактор, и профессии риска. Вот очень хочу, чтобы вы озвучили профессии риска. Кому особенно нужно быть внимательным? Может быть, беруши с собой носить, может быть, наушники специальные, чтобы шумоизоляция была? Да, профессии риска много у нас. Это технический персонал аэровокзалов, железнодорожных вокзалов. Особенно при подъёме и взлёте самолётов эти работники, которые находятся на территории аэропорта, они должны, в общем, какая-то индивидуальная защита, быть это наушники специальные или беруши. Также вот машинистки диктофонных центров, они же постоянно в наушниках, у них, можно сказать, слуховой нерв постоянно в напряжении. Люди, где станочное производство, ткацкие производства, у нас МАГАТЕКС, здесь тоже положены индивидуальные и коллективные средства защиты, шумоизоляция, звукоизоляция. Елена Владимировна, они прислушиваются к вашим рекомендациям? Прислушиваются, прислушиваются, прислушиваются. Да, то есть действительно и беруши, и вот эти наушники. Да, и я хочу сказать, что люди этих профессий, они обычно два раза в год обследуются у сурдолога. Им, вот как в сюжете показано, записывается аудиограмма. Это хорошо, когда прислушиваются к советам доктора. Елена Владимировна, а сейчас я хотела бы к деткам поговорить о таком понятии есть, как тугоухость. Вот что это такое за заболевание? Вот оно с рождения или оно появляется? Чем оно опасно? Как быстро нужно начать лечение? Как заметить вот эту проблему? Немножечко вот об этом. Ну, тугоухость или стяжение слуха, она бывает приобретённая, врождённая и наследственная. Врождённая – это когда мать во время беременности перенесла какую-то вирусную инфекцию, грипп, краснуху. Наследственная – это если вот в семье есть люди со сниженным слухом. Ну, сейчас это всё исследуется на генном уровне, выделен такой ген тугоухости. Да? Да. У нас сейчас вот в Белом АПО много очень работ по генной тугоухости, защиты диссертации идут. Ну, и приобретённая тугоухость. Она может быть кондуктивная и нейросенсорная. Я вот всегда вспоминаю слова своего учителя, профессора Быстренина, который говорил, что к острому невриту слухового нерва надо относиться так, как к инфаркту миокарда. То есть немедленная госпитализация, и чем быстрее, тем лучше начинать лечение острой нейросенсорной тугоухости. А лечение длительное, Елена Владимировна? Знаете, в каждом случае индивидуально. То, что жить с этим надо ребёночку, да? То есть образ жизни совсем другой у него. Да, да, да. Но очень часто кондуктивная тугоухость. Она развивается после перенесенных острых гнойных средних отитов. В барабанной полости начинаются спаечные процессы. Косточки, молоточек, наковальня и стремечка не такие подвижные. И, конечно, ухудшается здесь слух. Также приобретенная тугоухость может быть, когда человек длительно лечился ототоксическими антибиотиками, такими как амикоцин, стрептомицин, которые, можно сказать, поражают волосковые клетки, улитки. Много других лекарств есть тоже, которые обладают ототоксическим действием. На это надо обращать внимание. Вот сегодня в программе мы как раз говорим об осложнениях отита. Когда говорим о воспалении среднего уха, наружного, внутреннего, очень много рекомендаций звучит от вас. А сегодня мы как раз говорим об этом осложнении, что очень тяжело потом жить, очень меняется образ жизни, лечение назначается, образ жизни меняется кардинально. Елена Владимировна, а я, может быть, неправильно скажу, а вот вживление чипов, ну я же, вы понимаете, я интернетом пользуюсь, форумами и какие-то информации. Кохлеарная имплантация. Когда кохлеарный имплант вживляют улитку. Это, я вот сказала, это детки, которые рождаются глухими, так? Вот. И если им уже не помогает слуховой аппарат, их нельзя слухопротезировать. А, это уже после слухового аппарата? Нет. Нет. Здесь немножко... У которых уже тугоуха четвертой степени и глухота... Вообще серьезно. ...тем уже сразу, даже в 6-месячном возрасте кохлеарную имплантацию, я же, как сказала, желательно в доречевом периоде прооперировать и вживить кохлеарные импланты. Правильно, имплант, да? Да, кохлеарный имплант. Ну, я хочу сказать, что и вот у нас есть несколько взрослых пациентов в области, которым по жизненным показаниям назначались ототоксические антибиотики, и они полностью оглохли. То есть уже в лингвальном периоде, когда разговаривали нормально уже, 41 пациентке лет с лишним там было. Ну и тоже уже вели кохлеарный имплант, она проведена реабилитация, и она прекрасно слышит. Ой, как хорошо. Вот очень приятно слушать. Понимаете, это прогресс, можно сказать, революция в слухопротезировании. Чтобы люди не пугались, не боялись, что это просто операция для того, чтобы действительно все слушать. Все звуки, а вы знаете, у них же бывает у таких людей, ну, такая не трагедия, скажем так, а мир по-другому звучит. Конечно. Они привыкают к приглушенному звуку, да, и там не слышат чириканье птиц. Да, и даже монотонность речи меняется. То есть речь меняется, монотонный такой становится у них. Елена Владимировна, мы не можем в программе не поговорить о слуховых аппаратах, потому что сегодня очень много и рекламы, да, покупайте наш, покупайте наш. Вот вопросов очень много. Как правильно выбрать? На одно ухо или на два уха? Как долго он будет служить? Вот всю такую вот информацию сакцентируйте, пожалуйста, в программе сегодня полезную. Хорошо. Спасибо за этот вопрос. Но я начну, что вот сейчас по телевизору очень много рекламируют не слуховые аппараты, а усилители звука. Ими, этими усилителями, ни в коем случае нельзя пользоваться. Потому что они не только усиливают звуки, которые мы должны слышать, но и все шумы. Слуховые аппараты сейчас у нас в основном цифровые. От аналоговых мы отходим. Они рассчитаны на разные частоты. Слуховые аппараты подбирают сурдолог. Самостоятельно нельзя? Нельзя подбирать, потому что довольно длительный процесс подбора и адаптации потом. Во-первых, у каждого индивидуальный слуховой проход, поэтому ушной вкладыш надо подобрать. Хотя есть внутриканальные слуховые аппараты. Елена Владимировна, спасибо огромное. Мы сейчас продолжим, только прервемся на одну минутку. Вместе с нашими телезрителями узнаем еще об одном очень полезном продукте. Смотрим. Принимая это полезное во всех отношениях средство, можно улучшить состояние здоровья, провести профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, патологии пищеварительной системы и обменных процессов. Сегодня о полезных свойствах льняного масла. Итак, масло повышает эластичность сосудов, снижает вероятность развития инсульта и инфаркта. Служит для профилактики атеросклероза и тромбоза. Улучшает работу пищеварительного тракта. Действует как профилактическое средство против образования камней в желчном пузыре. Нормализует работу желчевой делительной системы. Повышает иммунитет. Это хороший источник жирных кислот омега-3 для вегетарианцев. Льняное масло чемпион по содержанию омега-3, уступая только рыбьему жиру. Масло рекомендуют принимать натощак от одной чайной ложки до одной столовой ложки перед каждым приемом пищи. Суточная норма этого продукта – 2-3 столовых ложки для взрослого человека, однако строгих ограничений тут нет. В особых случаях его можно добавлять в салаты, гарниры и супы, не допуская воздействия высоких температур. Не стоит использовать льняное масло для самолечения и при этом отменять препараты, назначенные врачом. Перед употреблением масла получите консультацию квалифицированного специалиста по профилю своего заболевания и учтите все противопоказания. Ешьте полезные продукты и будьте здоровы! Елена Владимировна, буквально 3 секундочки я еще про слуховые аппараты. Мы просто закончим этот вопрос. Самое главное, чтобы сами ничего не делали люди, а шли сразу к сурдологу. Вот это нужно запомнить. И подбирался, и тут уже именно индивидуально, по вашему слуху, по вашему уху, по вашему желанию, вот это все подбирается. Сегодня проблем нет, и опять мир будет ярок и прекрасен по звукам. Елена Владимировна, в программе обязательно вы должны рассказать о гигиене слуха. О гигиене, то есть ватные палочки мы опять же сакцентировали, все уже, думаю, вот уже в очередной раз, я думаю, запомнили. Но ведь существует гигиена слуха. К гигиене слуха это относится также и чистота уха. Всегда на втором после чистоты стоит, чтобы не было воды в наружном слуховом проходе. И также... То есть бассейн, море, купание... Всегда надо осушивать наружный слуховой проход. Это или феном, или полотенцем мягким, ни в коем случае не косметическими палочками. Палочками, не холодным феном. Давайте уже прям вот не холодным воздухом. Да, чтобы теплым воздухом фена. И также, чтобы наши ушки находились в зоне аудиологического комфорта, чтобы не зашкаливали децибелы. Не гулять возле железных дорог, да? Да. Или музыку тоже, чтобы, конечно, наушники помнили, что не надо на всю громкость включать. Вы знаете же, молодые люди слушают музыку в наушниках. Сосед, во-первых, слышит высокие частоты, низкие, слава богу, не слышит, но высокие слышат. Но они же до головной боли иногда слушают. Вот до головной боли. Это совершенно верно. Елена Владимировна, спасибо вам огромное за беседу. А сейчас еще один важный момент. Возьмите, пожалуйста, на заметку. Каждый из нас должен, с одной стороны, не допускать грубых ошибок. Не пользоваться наушниками в транспорте, не увлекаться ковырянием ушей ватными палочками, обеспечивать полную тишину в ночное время, а с другой – вовремя обращаться к врачу-отоларингологу или к врачу-сурдологу при первых подозрениях на ухудшение слуха, а также хорошо лечить всю ухо-горло-носовую патологию. Будьте здоровы! Они еще не все хорошо понимают. Могут потянуть сережечку, разорвать мочку. А как же им хочется сережечки. Вы же понимаете сегодня, как все... Конечно, прокалывать у специалиста. Елена Владимировна, огромное вам спасибо за беседу, огромное спасибо вам за рекомендации. Я благодарю вас. Спасибо. Спасибо, уважаемые телезрители. Здоровья вам. И пусть ваши ушки слышат теплые слова ваших родных и близких людей. Берегите себя, берегите своих любимых. До встречи в программе «То, что доктор прописал». Не болейте.